МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава муниципального образования Славянский район, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Иванович Синеговский. Дорогие жители Славянского района, примите самые теплые поздравления с праздником весны и труда. Для всех поколений тружеников в Первомай остается символов труда и мира. Труда на благо России и родной Кубани. Мира для возможности созидать, чтобы передать своим детям и внукам не только крепкую производственную и социальную сферу, но и желание работать, продолжая добрые традиции старших поколений. Наш район всегда славился своими трудолюбивыми людьми. Труженики разных профессий обустраивают Славянский район, укрепляют его экономический потенциал. Ведь только упорным трудом создается наше будущее, благополучие всех и каждого. По традиции мы встречаем Первомай хорошими трудовыми делами. Аграрии работают в поле, закладывая будущий урожай. Строится новая школа, ремонтируются лечебные учреждения, идет благоустройство города, станиц и хуторов. Создаются новые места для семейного отдыха и занятий спортом. В этот праздничий день хочу выразить искреннюю признательность всем труженикам, ветеранам труда, всем славянцам, чьими стараниями становится все более благополучным, красивым и обустроенным наш район. Весна задает новый ритм жизни. Мы связываем с ней надежды на обновление, ожидаем добрых перемен. Пусть так и будет. Желаю вам, дорогие земляки, весеннего настроения, успехов в труде, крепкого здоровья и счастья. Разрешите праздничную Первомайскую демонстрацию трудящихся Славянского района считать открытой. Праздничную демонстрацию открывает знаменная группа. Это право получили лучшие спортсмены Славянского района. Все они высоко несут знамя кубанского спорта на российских и международных соревнованиях. Знамя России несет Гриппич Александр, заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России по легкой атлетике, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России по легкой атлетике. Знамя Краснодарского края несет Горлов Илья, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, член сборной команды России по легкой атлетике. Знамя Славянского района несет Кутковой Ярослав, кандидат мастера спорта по легкой атлетике. В первых рядах праздничной демонстрации почетные граждане города Славянска на Кубани и Славянского района, которые вписали золотыми буквами свой вклад в историю и развитие нашей малой Родины. Земляки, мы гордимся своей малой Родиной, заветным уголком родной России. Ура! На марше представители общественных объединений социальной направленности Славянского района. Их объединяют общие интересы защиты прав различных категорий, инвалидов, ветеранов труда и войны. В праздничной колонне члены Славянского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оно создано 12 июля 2003 года. У истоков стояло 29 партийцев. Сегодня в рядах партии более 2000 человек. Возглавляет местное отделение полицовета глава Славянского района Синяговский Роман Иванович, руководитель исполнительного комитета, депутат Совета прибрежного сельского поселения Фоменко Ольга Анатольевна. Партия «Единая Россия» работает во благо народа. Ура! Ваша сила в доверии людей. Ура! В праздничной колонне представители Славянской районной территориальной организации Общественного профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Сильные профсоюзы и справедливое общество. Ура! В Первомайской праздничной колонии идут члены районной партийной организации Коммунистической партии Российской Федерации. Земляки! Мы вместе! Мы рядом! Мы сила! Демонстрацию трудящихся продолжают представители поселений Славянского района. В составе муниципального образования Славянский район Одно городское поселение и 14 сельских. Каждое поселение имеет свой флаг и герб, утвержденный Геральдической комиссией Российской Федерации. На театральной площади коллектив Славянского городского поселения. Колонну возглавляют глава города. Версенев Александр Борисович и председатель совета Ракулинка Андрей Георгиевич. В Славянск-на-Кубани. В сердце Славянского района. В праздничной колонии коллектив общественно-социального центра. Более 10 лет работники муниципального учреждения трудятся на благо города. Результат их работы цветущие клубы, ухоженные скверы и чистые улицы. Председатели ТОС являются помощниками городской власти в работе с населением. Квартальная Васильчинка Ольга Александровна завоевала третье место в краевом конкурсе названия «Лучший орган ТОС». Земляки, сделаем наш город самым благоустроенным на юге России. Ура! Трибуне приближается праздничная колонна дошкольных образовательных учреждений. Золотничок, серебряная копытца, золотой ключик, сказочный город, золотая рыбка, семицветик. Эти названия детских садов многим из нас возвращают в светлый мир детства. В праздничной колонне вместе с сотрудниками идут дошколята их родители. В составе колонны педагоги высшей и первой квалификационной категории ветерана педагогического труда. По стране шагает Первомай. Пусть подарит он всем счастье и исполнение желаний. Ура! Педагоги принимают активное участие в профессиональных конкурсах. Победителем конкурса «Воспитатель 2018 года» стала Мостафина Татьяна Валерьевна из детского сада номер 2. В конкурсе работаем по стандартам. Лучшими стали Старова Ксения Викторовна из детского сада номер 5 и Юлия Борисовна Казачонок из детского сада номер 4. Пусть солнце ярко светит всем детям на планете. Ура! Творческие коллективы Славянска на Кубани хорошо известны далеко за пределами Краснодарского края. В коллективах Дома культуры занимается более 900 человек. С праздником, работники культуры! Ура, товарищи! Наш ансамбль народной песни «Ярубка» поздравляет всех с праздником! Желает хорошего здоровья, настроения! Славянцы, мы едины! Наша страна, наша Россия! Ура! К трибуне приближается колонна Ачуевского сельского поселения. Глава Елена Витальевна Теленьга. Поселение является самым удаленным от районного центра и самым старейшим населенным пунктом Славянского района. Сельское поселение Голубая Нива. Глава Константин Иванович Тригуненко. Поселок Голубая Нива многонациональный, дружный, самый молодой в районе. Здесь живут люди-друженики, выращивают овощную и производят животноводческую продукцию. Воспитывают детей, благоустраивают свой поселок. Они желают всем нам быть здоровыми и счастливыми, жизнерадостными и благополучными. Земляки, ваш труд нужен родной Кубани! Ура! Первомайское шествие продолжает делегация жителей Забойского сельского поселения. Глава Крутько Александр Михайлович. Вместе с ним в праздничной колонне депутаты совета поселения, руководители сельхозпредприятий, коллективы школ, детских садов, работники, спортсмены, труженики поселения. Продолжают праздничное шествие жители Кировского сельского поселения, которое входит в десятку лучших сельских территорий Кубани. Глава Леонов Евгений Владимирович. Это одно из самых благоустроенных, чистых и уютных поселений Славянского района. Здесь успешно решаются вопросы местного значения в сотрудничестве власти и жителей. Трудолюбие и оптимизм жителей – залог благополучия нашего района. Ура! С хорошим настроением встречает первомайш жителей Коржевского сельского поселения. Праздничную колонну возглавляет глава Трегубова Людмила Николаевна. Коржевская динамично развивается. Здесь ремонтируются социальные объекты, скверы и двора. Весомый вклад в развитие поселения вносят труженики предприятия «Агрокомплекс». Успехи Славянского района – это успехи его жителей. Ура! В числе участников демонстрации жители маевского сельского поселения. Глава Игнатьев Сергей Владимирович. В кудрах поселения проживает более двух тысяч человек. Большое внимание поселения уделяется развитию детского творчества и интеллектуальных способностей. Воспитанники казачьей школы номер одиннадцать изучают историю своих предков. Учатся быть достойными их памяти. Традиции отцов и дедов – основа больших повед. Ура! В трибуне приближается празднично украшенная колонна прибрежного сельского поселения. Глава Сайганова Татьяна Васильевна. Жители поселения добросовестно работают на благо своей малой родины. Укрепляют экономическую базу, благоустраивают территорию поселка. Молодежь прибрежного активная и талантливая. Увлеченно занимается более чем двадцати клубных объединениях. Будущее страны за молодежью! Ура! Спорт – это сила, спорт – это здоровье. Ура! Землякам слава! Жителям прибрежного поселения. Ура! На праздничном марше делегация прикубанского поселения, исполняющая обязанности главы Валерий Евгеньевич Яценко. Поселение является южными воротами Славянского района. Здесь уделяется большое внимание благоустройству, развитию социальной инфраструктуры, но самое главное – духовному и патриотическому воспитанию, сохранению культурного наследия казачьего хутора. Здесь живут и трудятся талантливые люди, которые гордятся своим поселением, бережно передают из поколения в поколение традиции кубанского казачества. Земляки! Верим в Россию! Верим в Кубань! Ура, прикубанцы! В праздничной колонии жители протокского сельского поселения, глава Симоненко Владимир Алексеевич. В поселении работают три школы и один детский сад, где получают качественное дошкольное основное образование около тысячи юных жителей. Наш курс на мир – труд во благо каждого жителя. Ура! Казаки хуторского казачьего общества являются наставниками молодежи. Школа номер 6 хутора Нищедимовского имеет статус казачьей школы. Ребята здесь воспитываются на героических примерах истории. Активная молодежь – символ новой России. Ура! Делегацию рисово-сельского поселения возглавляет Пономарев Анатолий Васильевич, глава поселения. Рядом с ним коллективы администрации школы 56, детского сада 28. Поселок Рисовый славится трудолюбимыми рабочими, ответственными служащими, талантливой молодежью, спортсменами, счастливыми детьми и добродушными пенсионерами. Местная власть уделяет особое внимание благоустройству поселка, делая его уютным, чистым и комфортным для проживания. Наше главное богатство – люди. С праздником весны и труда! Ура! Продолжает первомайское шествие делегация целинного сельского поселения, глава Пижанова Ирина Юрьевна. Праздничная колония – работники администрации, учреждений, культуры и педагоги. Благодаря социальному партнерству с предприятием «Кубань-ПАМН» решаются многие вопросы развития территории поселения. Наша молодежь – наше будущее! Ура! Праздничная колония дружеников нашего района – делегация Черноярковского сельского поселения. Глава друзяка Николай Петрович. Поселение изданно славится уникальной природой и дружениками-жителями – рыбаками и рисоводами, учителями, работниками культуры, механизаторами и водителями. Молодежь поселения – талантливая, целеустремленная. Здесь сильны казачьи традиции. Ведется большая работа по сохранению исторической памяти. По инициативе жителей поселения построен памятник друженикам тыла и памятник погибшим в мирное время. Мы строим будущее своими руками! Ура, черноярковцы! Продолжает первомайскую демонстрацию педагоги и воспитанники Славянской детской школы искусств имени Григория Пономаренко, которую возглавляет Тимченко Марина Алексеевна. Эта школа – гордость нашего района и многие поколения людей, проживающих в городе Славянска на Кубани. Юным дарованиям Кубани новых побед и свершений! Ура! Педагоги и воспитанники, сохраним самобытную культуру Кубани! Ура! В праздничной колонии ведущие преподаватели школы, заслуженные работники культуры Кубани Алексей Петрович Рябченко, Юлия Михайловна Ломова, Ирина Евгеньевна Гребенкина, педагоги детской школы искусств благодаря преданности и любимому делу растят достойное поколение. В театральной площади приближается спортивная колонна. Славянский район является неоднократным победителем и призером краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивной работы в крае. Спортивные коллективы нашего района добиваются значительных побед по различным видам спорта. В колонии идут ветераны спорта, руководители спортивных учреждений, коллектив Центра спортивной подготовки Олимпийц имени Давыдова Юрия Александровича. Всех с праздником! От лица спортивной общественности всем здоровья, хорошего настроения в этот день. На праздничной площади города учащийся детской и юношеской спортивной школы номер 1 имени Станислава Шевченко. Колонну возглавляет директор Прищепа Рима Мосовна, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, почетный работник общего образования Российской Федерации, мастер спорта СССР. В школе успешно работают два отделения – легкая атлетика и спортивная гимнастика. За время существования школы подготовлены два заслуженных мастера спорта России, 8 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта. От веселых стартов до олимпийских вершин. Ура! Отделение спортивной гимнастики возглавляет Полтавский Николай Викторович, отличник народного посвящения, а также коллектив высококвалифицированных тренеров-преподавателей, мастеров спорта СССР по спортивной гимнастике. Гордостью отделения спортивной гимнастики является Захарчук Алина, Дониченко Анна. Суфрадзе Марина, Залога Арина, Зубченко Дарья и многие-многие другие ребята. Команда школы заняла второе место в Спартаке, а не учащихся в Кубани. Шесть воспитанников входят в состав сборной команды в Кубани. Славянский район. Кузница олимпийских талантов. Ура! Одним из основных самых массовых видов спорта является легкая атлетика, королева спорта. Возглавляет отделение Грибин Сергей Викторович, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, удостойный медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Воспитанники отделения неоднократно становились чемпионами и призерами краевых, российских и международных соревнований. Девять воспитанников входят в сборную команду Краснодарского края и пять в состав сборной страны. Школа гордится своими лучшими воспитанниками. Они входят в состав сборных Краснодарского края России и высоко несут знамя кубанского спорта на российских и международных соревнованиях. Девиз спортивной школы – мы растим будущих олимпийцев. Ура! Юные спортсмены Кубани. Кубань – территория спорта. Ура! Перед трибуной проходит коллектив детской и юношеской спортивной школы «Триумф», которую возглавляет Шляхтова Элеонора Николаевна. В колонии – буштец Сергей Владимирович. Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе – Альтман Игорь Мост-Морисович. И другие. На театральной площади воспитанники отделения баскетбола. Более двухсот юных славянцев занимаются на отделении. Они неоднократные победители краевых турниров и серебряные призеры первенства Краснодарского края. В 2018 году сборная команда нашего района стала финалистом первенства Краснодарского края. Сегодня школа гордится своими лучшими тренерами, воспитанниками. Баскетбол – это сила. Баскетбол – это класс. Баскетбол – это скорость. Ура, товарищи! На марше воспитанники отделения греко-римской борьбы. На отделении подготовлено 13 мастеров спорта России. И более 50 кандидатов в мастера спорта. Спортивная школа гордится призерами первенства Южного федерального округа. Греко-римская борьба – это сила. Это воля. Бокс – это искусство побеждать. Девиз школы – вместе мы сила. Вместе мы непобедимые. Ура! В праздничном марше детско-юношеская спортивная школа «Юность». Директор – Боровик Владимир Степанович. Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани. На протяжении многих лет спортивная школа является одной из лучших на Кубани. На сегодняшний день в спортивной школе обучается 390 учащихся. Работают 12 тренеров-преподавателей. Заслуженные работники физической культуры и спорта Кубани. Среди выпускников школы 20 мастеров спорта и более 200 кандидатов в мастера спорта. Спортивная молодежь – символ новой России. Ура! На праздничной площади специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу «Виктория» под руководством Антонюка Александра Викторовича. В педагогическом коллективе школы 14 тренеров-преподавателей и 600 учащихся. Сборная команда юношей 2002-2003 годов. Рождение серебряный призер первенства Краснодарского края. Победитель спорта Киады учащихся 2017 года. Школа «Виктория» – вырастите спортивные кадры для всей России. Ура! Воспитанники школы Миранчук Алексей и Антон входят в состав сборной России по футболу и готовятся выступить на чемпионате мира, который пройдет в нашей стране. Пожелаем нашей сборной команды страны и нашим землякам удачи и побед. Ура! В праздничной трибуне приближается спортивная колонна детской юношеской спортивной школы «Изумруд». Возглавляет школу «Черокьян» с Еленой Александровной. Отделение академической гребли организовано в сентябре 2012 года. 30 воспитанников тренируются под руководством заслуженного тренера России Стукловой Валентины Михайловны. Отделение конного спорта. Здесь развивается два олимпийских вида – конкур и троеборье. Тренировки ведут мастер спорта Городецкий Юрий Андреевич и неволина Ольга Николаевна. Спортсмены! Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Ура! На отделение адаптивной физической культуры работают тренеры Пивнева Наталья Александровна и Осинцев Андрей Витальевич, учащиеся в школе троекратные победители и призеры спартакиада и инвалидов Кубани. Павлюкова Наталья, Сорукин Вадим, Раков Андрей, Богачев Сергей входят в состав сборной команды Краснодарского края. На отделении танцевального спорта тренируется 210 юных спортсменов. Занятия проводят тренеры – Яблуновский Евгений Цалевич, Филипова Анастасия Васильевна и хореографы. В 2017 году открыты два новых направления – черлидинг и акробатический рок-н-ролл. Танцы – это грация. Танцы – красота. Занимайтесь танцами. Первомай. Ура! На марше спортивная школа имени Владимира Викторовича Симоненко под руководством РГЗ Александра Андреевича, заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани. В школе обучается более тысячи воспитанников. Им представлена возможность заниматься такими видами спорта, как гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика и регби. На отделении волейбола занимается более 500 учащихся под руководством 13 тренеров. Молодежь Славянского района – самая спортивная. Ура! На отделении рэкви занимается 157 воспитанников под руководством мастера спорта Азбукина Елены Евгеньевны и посмашного Василия Геннадьевича. Славянский район – территория спорта. Ура! Продолжает праздничную демонстрацию спортсмены отделения Тэквондо детской юношеской спортивной школы Станицы Петровской, которую возглавляет Зосим Вячеслав Михайлович. Федерация Тэквондо Славянского района ведет свою работу с 1994 года. Спортивную школу посещают более 180 мальчишек и девчонок. Девиз отделения – побеждать за Россию! Ура! На театральной площади спортивная колонна детско-юношеская шахматная школы «Белая ладья» под руководством Россинского Игоря Викторовича. Школа имеет отделение в Станицах Петровской и Черноярковской. Здесь шахматам, шашкам и спортивному туризму обучается свыше 350 человек. С учащимися занимаются 8 квалифицированных тренеров-преподавателей. За годы работы тренера «Белой ладьи» воспитали 4 международных мастера ФИД. 5 мастеров ФИД, более 65 кандидатов мастера спорта. В 2016-2017 учебном году тренерами школы подготовлено 6 кандидатов мастера спорта. Юные спортсмены! Кубань – территория спорта! Ура! На главной площади города колонна работников физкультурно-оздоровительного бассейна «Дельфин» под руководством директора Лахман Сергея Викторовича. В коллективе работают профессионалы своего дела, чемпионы СССР по плаванию и мастера спорта. Учреждение предоставляет свои услуги населению в области оздоровления, а обучение детей – основам плавания. Высококвалифицированные медицинские работники всегда окажут профессиональную помощь. За время работы бассейна 348 человек выполнили спортивные разряды. Девиз коллектива – «В здоровом теле – здоровый дух! Ура, товарищи!» К трибуне приближается празднично оформленная колонна Федерации дзюдо и самбо. Председатель Федерации Бондаренко Максим Николаевич. Федерация ведет работу с 2013 года. Дзюдо и самбо занимаются более 80 мальчишек и девчонок. За время работы подготовлено более 30 призеров Краснодарского края и Южного федерального округа. Воспитательники показывают высокие результаты, регулярно участвуя в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях, защищая честь нашего района. Побеждать за Россию – Кубань, Славянский район. Ура! Со спортом дружить, здоровыми быть. Ура! Завершает праздничное шествие спортивной колонны представители женского фитнес-клуба «Ивафит». В клубе уже 4 года обучается более 600 девушек и женщин нашего города с самым популярным видом фитнеса. Тренировки ведутся по 10 направлениям. Открыты детские секции. Славянские женщины – самые красивые! Ура! 1 мая – это весна, это цветы, это прекрасная погода, это прекрасное настроение, это дружный-дружный коллектив, это наши успехи, победы, это какой-то очередной этап чего-то прекрасного. Поздравляю всех наших земляков, всех наших славянцев с праздником весны и труда. Всем счастья, здоровья, любви, удачи! К трибуне приближается колонна Центра дополнительного образования, которую возглавляет Слюсарева Елена Павловна, депутат городского совета. Столетию дополнительного образования посвящают свои победы ведущие педагоги Центра. Победитель краевого и призер Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2017» письменная Лидия Юрьевна. И победитель краевого конкурса «Сердце отдаю детям-2018» Христофорова Анна Сергеевна. Торжественно шествует отделение военно-патриотической работы «Кадетское братство» во главе с заведующим Деловяном Вячеславом Сергеевичем. Кадеты, продолжайте и умножайте славные традиции своих отцов и дедов. Трибуне приближается коллектив станции юных натуралистов. Возглавляет молодой дружный коллектив единомышленников с гордонюх Татьяна Петровна. Юным защитником природы – ура! На театральной площади дружный коллектив отделения развития творчества «Жар-птица» возглавляет заведующая Мотренко Тамара Петровна. Здесь занимаются более 1500 юных славянцев. В этом году на счету отделения 470 побед в международных, всероссийских и краевых конкурсах. Да здравствуют таланты творчества, детский смех и радостные улыбки. Ура, ребята! Это почет и слава российским педагогам дополнительного образования. Ура! К трибуне приближается праздничная колонна лицея номер один имени семи героев Советского Союза. Выпускников школы во главе с директором Белик Любовью Ивановной. История учреждения насчитывает более века. Лицей номер один – один из лидеров среди образовательных учреждений. В течение 10 лет функционируют Роснефть-классы. Лицей является лидером по развитию направления робототехники. Учащиеся под руководством учителя информатики «Неделька» Сергея Александровича стали победителями не только краевого конкурса, но и представляя Краснодарский край на всероссийских соревнованиях. Также одержали победу. Школьники! Ваше образование – это вклад в будущее страны. Ура! Лицейсты! И впредь будут трудиться, достигая новых вершин в учебе, спорте и творчестве под девизом «На благо Кубани! Во славу России! Ура!» Первомайское шествие продолжает праздничная колонна средней школы номер 3 имени полководца Александра Васильевича Суворова под руководством Кирилловой Татьяны Яковлевны, депутата городского совета. Рядом с ней идут педагоги, среди которых отличники просвещения Российской Федерации, почетные работники общего образования, учителя, награжденные грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации. Педагоги с достойными кадрами в завтрашний день! Ура! В праздничной колонне Никонова Оксана Рафаэльевна победитель конкурса «Лучшие учителя России!» В этом году школа выпускает самостоятельную жизнь более 80 юношей и девушек, будущих обладателей аттестатов в полном и среднем образовании. Молодость и знания родной Кубани! Ура, ребята! Праздничное шествие продолжает колонна лицея номер 4 во главе с директором Шутенко Ириной Вадимовной. В школе трудится более 70 опытных инициативных педагогов, имеющих краевые всероссийские награды за профессиональную педагогическую деятельность. В праздничной колонне педагоги, обладатели гранта «Лучшие учителя России!», победители всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Шпак Валентина Викторовна, сметанка Ирина Анатольевна, неволина Ирина Яковлевна. Результаты выпускных экзаменов лицеистов по ЕГЭ нескольких лет являются лучшими в районе и крае. Молодежь! Кто хорошо учится, многого добьется! Ура! В трибуне приближается празднично украшенная колонна средней школы номер 5 имени Героя Советского Союза генерала Маргелова Василия Филипповича. Возглавляет колонну директор школы Катаева Нина Вениаминовна. Сплоченный коллектив школы по праву гордится профессиональными достижениями учителей, обладателей званий почетный работник общего образования и заслуженный учитель Кубаниев. В этом году Мушинская Ольга Юрьевна стала лауреатом краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья-2018». Коллектив школы одним из приоритетов своей деятельности считает работу с одаренными детьми. Воспитанники школы пусть всегда будут с нами. Россия! Труд! Май! Ура! Празднично украшенная колонна средней школы номер 16 имени Героя России гвардии майора Таранца Сергея Геннадьевича во главе с директором городничьей Татьяной Викторовной продолжает первомайское шествие. Школа – это большая дружная семья увлеченных профессией педагогов и более 1200 трудолюбивых учеников, часть которых обучается в кадетских классах. В числе педагогов – почетные работники общего образования. Рядом – 72 отличника учебы. Слава педагогам-наставникам, дающим школьникам путевку в жизнь! Ура! К месту торжества приближается колонна средней школы номер 17 имени Героя Советского Союза генерал-майора Василия Васильевича Колесника. Возглавляет колонну директор школы Анжела Николаевна Демченко. В этом году школа отметила 111 лет со дня основания. Одним из приоритетных направлений в образовательной деятельности является система выявления развития одаренных детей. Школа работает под девизом «Успешная школа – успешный учитель – успешный ученик». В интеллектуальной копилке педагогов и учащихся победы в призовые места в региональной олимпиаде по журналистике и истории. Педагоги и учащиеся помним прошлое, живем настоящим, верим в будущее. Ура! Школьники, гордитесь страной, ее великой историей. В площади приближается колонна средней школы номер 18 под руководством Пышной Людмилы Никитичны, депутата городского совета. В праздничной колонне опытные творческие учителя, которые работают над проблемой создания комфортной творческой среды обучения и воспитания. По итогам районного конкурса «Педагогический дебют» Агланова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, стала призером. Рядом с учителями идут активисты школьного самоуправления, лучшие спортсмены школы, победители школьных, районных и краевых соревнований со своими наставниками. Призеры интеллектуальных конкурсов Селенка Ксения, Титов Алексей, Соловьева Анастасия, Паршикова Дарья, Глинов Дмитрий. В этом учебном году воспитанники патриотического клуба школы стали победителями районного конкурса в организации месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы. Призерами в районных соревнованиях защитных Киев Отечества. Слава героям-освободителям Кубани! Ура! Все лучшее в нашей стране детям. Ура, ребята! Творите, дерзайте! С праздником весны и труда! Ура! Счастливое детство! Счастливая страна! Ура! С праздником! В трибуне приближается празднично украшенная колонна филиала Кубанского государственного университета в городе Славянске-на-Кубани. Филиал является учреждением непрерывного образования, в котором реализуются образовательные программы, рассчитанные на любой возраст. От детей до школьного возраста до опытных педагогов региона, проходящих в филиале профессиональную переподготовку и повышение квалификации. В структуру филиала входят три факультета и отделения среднего профессионального образования, на которых работают 93 высококвалифицированных преподавателя, в том числе 7 докторов и 62 кандидата наук. Возглавляет коллектив Ольга Викторовна Леус, почетный работник общего образования. Лидер профсоюзной организации филиала Любовь Леонидовна Колесник, кандидат в исторических наук, доцент. Большая воспитательная и социальная работа проводится под руководством Светланы Сергеевны Гайдуковой. Педагоги высшей школы. Гордость нашей науки. Ура! Праздничная колония актив Совета студенческого самоуправления филиала во главе с председателем Марией Матюшенко, победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Творческие коллективы студенческого клуба филиала под руководством Юлии Игоревны Рабоченко. На базе его успешно работают 10 клубных объединений и творческих самодеятельных коллективов. В их числе народный самодеятельный коллектив Театра народного танца «Меридиан», ансамбль народной песни «Разгуляй», а также коллективы «Нет проблем» и «Леди Блюз». Творческая, активная, талантливая молодежь – это главный ресурс России. Ура! В трибуне приближаются колонны факультетов, реализующих программы высшего образования и отделения среднего профессионального образования. В 2017 году филиал получил государственную агредитацию образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена. В филиале обучается 1573 студента. Факультет возглавляют деканы и доценты. Анна Яновна Махненко, Роман Геннадьевич Письменный, Лариса Александровна Яшкова. Отделением среднего профессионального образования руководит Анатолий Иванович Коробко. Центр дополнительного профессионального образования возглавляет доцент Галина Петровна Юрьева. Профили подготовки в филиале открывают перед выпускниками вуза высочайшие возможности трудоустройства. Высокопрофессиональные педагоги, образованная молодежь, крепкая страна. Ура! Путешествие продолжает колонна спортивного клуба «Буревестник» под руководством Александра Васильевича Завольнюка. Сегодня в филиале работают и учатся 10 мастеров и кандидатов в мастера спорта России. Более 70 разрядников. Студенты, вы – это будущее России и нашей малой родины. Ура! Наш город родной, мы тебя поздравляем. Тебе всей душой процветания желаем. Спеши развиваться, на месте не стой. Мы любим тебя и гордимся тобой. С праздником Первомая! Ура, студенты! Евгений Викторович, Первомайская демонстрация – это очень большой праздник, всегда был у нас в Советском Союзе. Сегодня студенты как относятся к этому дню, к этому демонстрации? Заходы идут? На демонстрацию хожу больше 30 лет, с 1985 года. И всегда, и в то время мы были студентами, это было весело, интересно. Может, мы, может, и сегодняшние студенты, они не задумываются сегодня вот именно революционные какие-то политические основы этого праздника. Но это всегда был праздник пробуждения природы. К этому дню нужно было навести порядок везде. Сегодня это делается точно так же. Сегодня это праздник труда прежде всего. И от имени студентов, от имени наших преподавателей я хочу поздравить всех трудовых людей нашего района. Потому что каждый на своем месте, каждый за станком, у газовой плиты повара, у операционного стола, везде. Каждый делает так, чтобы на нашей малой родине работалось, жилось немножечко лучше. И я думаю, что сегодня этот праздник именно у них, у всех, у нас, потому что все мы люди труда. С праздником, удачи, здоровья, всего самого доброго. В площади приближается колонна преподавателей, ветеранов, сотрудников и студентов Славянского сельскохозяйственного техникума. Во главе колонны директор техникума. Кандидат педагогических наук, депутат районного совета Евгений Викторович Дмитриев. Техникум динамично развивается, перешагнув свои 90-летние юбилеи. Современная учебно-материальная база, профессиональный коллектив позволяет вести качественную подготовку 1280 специалистов по 15 направлениям для ведущих предприятий района и края. Подготовку молодых специалистов ведут 72 опытных преподавателя, из них три кандидата наук. Имеют почерные педагогические звания Андрющенко Людмила Ивановна, Латыпова Ирина Михайловна, Попова Ирина Ивановна, Волкорез Светлана Павловна, Прудников Василий Семенович. В техникуме ведется подготовка по 15 направлениям специальности профессии. В трибуне приближается самое молодое отделение техникума, отделение техносферной безопасности. В 2015 году Славянский сельскохозяйственный техникум первым из Краснодарского края начал подготовку специалистов в области техносферной безопасности. На сегодняшний день 170 юношей и девушек выбрали для себя путь служения людям. Современные кадры, опора экономики страны. Ура! В январе на базе техникума состоялся региональный чемпионат WorldSkills Russia по компетенции спасательной работы, в котором наша команда будущих спасателей заняла первое место. В апреле команда техникума приняла участие в отборочных соревнованиях в городе Москве на право участия в финале шестого национального чемпионата молодые профессионалы. Представляли техникум лучший из лучших студента отделения Голиков Егор, Абрамов Илья, Лях Александр, Царев, Дмитрий, Папина, Валерия. Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Ура! Молодость счастлива! Более 250 человек участников весеннего фестиваля ГТО. Более 250 человек, выполнивших нормативы на различные знаки ГТО. Спорт – это традиция всего коллектива студентов и сотрудников. У коллектива техникума славное прошлое, уверенное настоящее и перспективное будущее. Да здравствует студенческая молодежь! Будущее России! Ура! Студенты, гордитесь нашей великой страной! Ура! Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее! Ура! Опять над миром поднимая все выше чистоту небес, Влетает юный ветер мая к нам с обещанием чудес. Пусть будет этот праздник светел. Мы поздравляем вас и вновь желаем, чтобы вам и детям дарил он радость и любовь. Мы хотим всем рекордам нашей звонки дать имена. Ура! На праздничной площади города колонна Славянского на Российском медицинском колледже заведующий филиалом Ковалева Валентина Вячеславовна. С 2002 года славянским филиалом выпущено более тысячи медицинских сестер, большинство которых работают в практическом здравоохранении и оказывают профессиональную помощь людям, особо нуждающимся в ней. Медицинская сестра – это одна из самых милосердных специальностей в медицине. Многие студенты колледжа совмещают обучение с работой в лечебных учреждениях. Да здравствует студенческая молодежь! Будущее России! Активная молодежь – символ новой России. Сильная Кубань! Здоровая Кубань! Ура! К праздничной трибуне приближается коллектив Славянского электротехнологического техникума. Директор – Асмачкин Александр Анатольевич. Сегодня трудовой коллектив техникума – это 112 квалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения, которые выполняют большую государственную задачу, готовят специалистов рабочих профессий. В коллективе трудятся заслуженные мастера производственного обучения Кубани, почетные работники общего образования России, начального профессионального образования, отличники профтехобразования Российской Федерации. В техникуме обучается около тысячи студентов по семи основным профессиям и пяти специальностям среднего профессионального образования. Студенты – активисты движения WorldSkills Russia. Студенты – ваши знания и рабочие специальности нужны Славянскому району. Ура! Техникум гордится своими спортсменами, победителями зональных и краевых соревнований, является участниками Всероссийского движения ГТО. Военно-патриотический отряд «Выпил», казачий отряд «Патриот», волонтерский отряд «Мы вместе», вокальная группа «Гармония». Педагоги техникума гордятся своими воспитанниками, которые выбрали рабочие профессии. Именно они активно формируют экономику региона и страны. Студенты – гордитесь нашей великой страной! Ура! На Театральной площади города всех приветствует и поздравляет с праздником весны и труда коллектив преподавателей и студентов техникума экономики и права. Директор – Аракелянс Виктория Васильевна. Техникум экономики и права ведет образовательную деятельность Славянской на Кубани с 2003 года. Деятельность педагогического коллектива направлена на высокопрофессиональное образование и нравственное воспитание молодежи. Студенты техникума занимают активную жизненную позицию, ведут научную деятельность и здоровый образ жизни. Педагоги и учащиеся! Ваш труд и учеба на благо Кубани! Ура! Молодежь! Сильный президент! Сильная страна! Ура! Трибуне приближается праздничная колонна сотрудников Славянской центральной районной больницы. Колонну здравоохранения муниципального образования Славянский район возглавляет главный врач Славянской ЦРБ Просоленко Юрий Александрович. Главные врачи государственных учреждений Вороная Олеся Олеговна, Шаполовский Владислав Вацлавович. Оказание медицинской помощи населению Славянского района обеспечивается как стационарной, так и амбулаторной службой по 35 специальностям. Сегодня в системе здравоохранения Славянского района работают 2000 человек, в том числе 305 врачей. Из них 5 кандидатов в медицинских наук и 2 заслуженных работника здравоохранения Кубани. Медицинские работники, здоровье земляков, здоровье нации! Ура! За последние 5 лет в Славянскую больницу поступило 11 машин скорой медицинской помощи. Капитально отремонтированы 5 стационарных отделений. Приобретены 2 новых рентгенаппарата. Построен современный офис врача общей практики в станице Черноярковской. Нет на земле более почетного, прекрасного и благородного труда, чем труд врача. С праздником весны и труда, медицинские работники! Ура! В праздничной демонстрации принимает участие коллектив общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО». Возглавляет колондук директора предприятия Агаджанян Константин Рафикович. Исполнительный директор депутат городского совета Выпринцев Денис Иванович. «Славянск ЭКО» – это современный производственный комплекс. Предприятие выполняет переработку углеводородного сырья. В состав холдинга входит 12 предприятий, в котором трудится более 3000 человек. Экономические показатели предприятия отмечены дипломом Межрегионального форума крупнейшей компании Южного федерального округа, как самая динамично развивающаяся страна. «Славянск ЭКО» – трудом своим прославим Родину Кубань. С праздником коллектив «Славянск ЭКО». Сегодня предприятие занимает лидирующую позицию в развитии производственных инвестиционных показателей экономики Славянского района. Авторитет и надежность компании позволяют не только поддерживать сотрудничество со многими партнерами, но и привлекать вновь, расширяя горизонты бизнеса. Да здравствует 1 мая! Человеку труда, почет и уважение! Ура! Предприятие активно развивает сеть общественных собственных автозаправочных станций. В этом году насчитывается более 130 АЗС, из них 96 в Краснодарском крае, остальные в Ростовской области и городе Волгограде. В планах предприятия расширить географию размещения сети собственных и партнерских АЗС по всей территории России. Наш труд на благо города, района, страны. Ура! Предприятие активно участвует в социально-экономической жизни города и района, оказывает благотворительную помощь для сфер медицины и образования, помогает ветеранам Великой Отечественной войны. С праздником Славянск! Ура! Все производственные объекты предприятия оснащены современным оборудованием и автоматизированными системами управления. Задача предприятия – сэкономить энергоресурсы, увеличивать производительность труда, обеспечивать социальную и материальную поддержку работников. С праздником коллектив Славянск ЭКО! Мира и счастья вам! Коллектив предприятия каждый год активно участвует в спортивной жизни города. Пример этому – призовые места и отличные спортивные показатели. Славянск ЭКО! Поздравляет своих сотрудников, партнеров и всех трудящихся города и района с майскими праздниками. Мирного неба, уверенности в будущем, стабильности в настоящем. Пусть в ваших семьях царят любовь и счастье, а каждый новый день приносит только удачу. С праздником человек труда! Ура! Солнце, луч переливая, освещает день с волна. День труда и первомая гордо празднует страна. С праздником, славянцы! Земляки, верим в Россию, верим в себя. Ура, товарищи! С праздником! Продолжая демонстрацию, открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Руководит предприятием его основатель, генеральный директор, заслуженный строитель Кубани, почетный строитель России Чайка Вячеслав Андреевич. Возглавляет колонну первый заместитель генерального директора, заслуженный строитель Кубани. Показания Фьюрий Николаевич. В настоящее время предприятие производит более 50 видов кирпича и камня. Световая палитра настолько разнообразна, что не оставляет шансов появлению двух одинаковых зданий. И каждый застройщик получает свой уникальный фасад. На российском рынке в этом году компания с гордостью представляет продукцию с современными технологическими решениями в производстве нового кирпича. Славянское значит лучшее! На сегодняшний день выпущено свыше миллиарда штук кирпича. Трудом своим прославим Родину Кубань. Коллектив предприятия желает каждой семье мира и благополучия. Ура! В колонии идут ветераны предприятия. Диктор Василий Александрович, Мартынович, Любовь Михайловна. С днем весны и труда, славянцы! Ура! В трибуне приближается праздничная колонна филиала общества с ограниченной ответственностью «Роснефтранспорт». Возглавляет предприятие «Мотин Михаил Викторович». Предприятие оказывает транспортные услуги в системе общества «Роснефть». В 2017 году за достижение высоких показателей в труде Министерством энергетики Российской Федерации, нефтяной компании «Роснефть» Администрации Краснодарского края удостойны 9 сотрудников награды. Среди них водители автомобиля, машинисты и трактористы, инженерно-технические работники. Акимова Татьяна Григорьевна, Столлер Иван Леонидович, Толмасов Василий Васильевич. На предприятии трудится более 700 человек. Более 100 передовиков производства обладают правительственными наградами. Уважаемые транспортники, ваш труд нужен Родине. Руки рабочих создают богатство края. С праздником весны и труда! Ура! К театральной площади приближается празднично украшенная колонна коллектива общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Приболье». Во главе колонны генеральный директор Логошин Сергей Ильич и заместитель Солдаев Михаил Юрьевич. Предприятие занимается производством и переработкой продукции, растениеводства и животноводства. Творог, сметану, сыр производят только из натурального сырья. Поэтому молочные продукты агрофирмы «Приболье» так любят дети и взрослые. Руки рабочих создают богатство края. Ура! Слава землякам, ветеранам труда! Ура! Своим трудом строим будущее! Ура! Дорогие мои земляки, от всей души вас поздравляю с 1 мая. Желаю вам, конечно, здоровья, крепости духа, движения вперед и всего самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких с 1 маем. Ура! Нашему городу, конечно, процветания и всего самого-самого доброго. И в завершение, Жанна Викторовна, какие достижения были у Славпрома в прошедшем году? Чем гордитесь? Вы знаете, я скажу, почему у нас сегодня такое хорошее настроение. Даже вот не только в прошлом году, накануне на выставке, которая проходила в Красноярском крае «Винотех», «Винорус», Славпром в очередной раз прославил Славянский район, получил золотую медаль и серебряную медаль за свою продукцию. Поэтому у нас стремление делать все еще лучше, краше и на пользу только людям. К площади приближается коллектив закрытого акционерного общества Славпром. Колонну возглавляет генеральный директор, депутат законодательного собрания Красноярского края Беловол Жанна Викторовна. Свою историю винзавод пишет с 2002 года. Сегодня это современное виноградовское винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью до 6,5 тысяч тонн солнечной ягоды в сезон. А залог качественного продукта – виноградники Кубани. В ассортименте выпускаемых вин более ста наименований. Высокое качество продукции Славпром оценено многочисленными наградами. В 2017 году в конкурсе «Золотой грифон» в городе Ялта предприятие получило пять золотых медалей. Девиз, которому следуют славянские виноделы – высокое качество по доступной цене. Главное богатство завода – сплоченная команда единомышленников-профессионалов, успешно работающих на всех участках производственного процесса. Гордость предприятия – Андрей Ященко, Галина Николаевна, Андреев Андрей Геннадьевич, Драченко, Светлана Владимировна. Ваш опыт, знания, мастерство – невероятно ценное для предприятия. Славянское – значит лучшее. С праздником, друзья! С днем весны и труда! Трудолюбие и оптимизм жителей, процветающей нашей малой родины. Ура! К площади приближается коллектив закрытого акционерного общества «Славянский хлебозавод». Возглавляет предприятие генеральный директор Пименов Сергей Васильевич. Коллектив встречает праздник весны и труда хорошими производственными показателями. Завод занимается хлебопечением, выпуском булочных и кондитерских изделий. Вот уже более 40 лет. Вырабатывает в месяц до 650 тонн продукции. Кто сказал однажды, что хлеб всему голова? Знает, наверное, каждый, что это не просто слова. С праздником! Коллектив хлебозавода! Ура! С днем весны и труда! Славянск-на-Кубани! Ура! С праздником, дорогие земляки! К театральной площади приближается празднично украшенная колонна коллектива «Общество с ограниченной ответственностью» славянского консервного комбината. Руководит предприятием генеральный директор Стиванян Армен Аркадьевич. Завод является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий в России. На производственном рынке с 1929 года. Новейшее европейское оборудование и экологически чистое сырье позволяют выпускать качественную, вкусную, натуральную продукцию. Консервный комбинат гордится фирменными рецептурами и технологиями, ежегодно добавляя новые линии переработки, расширяя ассортимент готовой продукции. Современному производству новейшие технологии. Ура! Сегодня в праздничной колонне идут работники завода, чьи старания, мастерство, энергия, оптимизм укрепляют предприятия. Труженики завода! Ваш труд на благо города, района, страны! С праздником человек труда! С праздником славянцы! Зевляки! Работать вместе! Работать на результат! Ура! 1 мая для нас это весна, это праздник труда, это зелень, это все новое, это новый этап в жизни, распускается жизнь. Новые планы люди строят, новое свершение. Всех с праздником, хорошего настроения, успехов, как говорили всегда, в труде, в личной жизни, всем счастья. По театральной площади идет коллектив открытого акционерного общества «Маслосырзавод Славянский». Коллектив завода возглавляет генеральный директор Хребков Вячеслав Викторович. Более 60 лет завод занимается переработкой и выпускной молочной продукции, которая реализуется на Кубани и в других регионах России. Завод гордится успехами. Качество выпускаемой продукции отмечено золотыми медалями. Положительные результаты завода достигнуты трудом 230 рабочих и специалистов. В празднично украшенной колонии идут ветераны труда. Ведягина Александра Владимировича, Владимировна Машкина Нина Васильевна. Труженики завода, производители земляков, отменные молочные продукты. Мира, добра вам, уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения. Ура! Земляки, спасибо за труд, на благо родной земли. Ура! По театральной площади проходит праздничная украшенная колонна Славянского городского потребительского общества. Возглавляет коллектив председатель Совета Горпо, заслуженный работник торговли Кубани и России, Пыхтина Светлана Михайловна. Совет общества объединяет в себе 300 пайщиков. Предприятие успешно удовлетворяет потребности жителей города и района в необходимых бытовых товарах, занимая достойное место среди передовиков потребительских обществ Краснодарского края. За 2017 год увеличился товарооборот, выросла зарплата работников, предприятие вносит значительный вклад в социальную сферу города. В колонии идут ветераны труда, проработавшие более 40 лет. Работники награждены знаками отличия за добросовестный труд потребительской кооперации России. Работники кооперации, Ваш труд – это достойный вклад на благо города и района. С праздником весны и труда! С 1 мая! Трибуне приближается колонна непубличного акционерного общества Славянское дорожное ремонтно-строительное управление. Возглавляет предприятие генеральный директор Борисов Евгений Викторович. Деятельность дорожной отрасли в Славянском районе ведется с 30-х годов. С праздником! Коллектив Славянского ДРСУ! Ура! Да здравствуют дорожники Кубани! Ура! Среди организаций дорожной отрасли Краснодарского края Славянское ДРСУ по-прежнему входит в пятерку лучших по содержанию автодорог. За 2017 год отремонтировано и введено в эксплуатацию 37 километров дорог общего пользования. Трудовой коллектив ежедневно вносит весомый вклад в благоустройство города и района. На предприятии работают заслуженные работники дорожной отрасли. Аулов Сергей Леонидович – почетный дорожник России. Топтыгин Юрий Федорович и Гупола Михаил Васильевич – заслуженные дорожники Кубани. С праздником, друженики города и района! С днем весны и труда! Ура! Работать эффективно – главная задача сегодняшнего дня. Ура! Человеку труда достойную жизнь! Ура! Ну, хотелось бы поздравить всех с этим замечательным праздником, с первым маем. Праздник весны, труда. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Достигнуть тех целей, тех вершин, кто что себе наметил. Ну, самое главное – здоровье, семейное благополучие, всего самого наилучшего. А что вы считаете самым большим достижением вашего предприятия в прошлом году? Самым большим достижением – это, наверное, уже сплоченный коллектив. Сплоченный коллектив – это костяк, это, я считаю, 99% успеха всего бизнеса. По театральной площади проходит коллектив общества с ограниченной ответственностью «Прибой Плюс». Возглавляет колонну директор Шапарь Александр Васильевич. Предприятие создано 7 лет назад, но уже сумело занять уверенные позиции на рынке строительства. Основной вид деятельности организации – возведение зданий и производство товарного бетона. «Прибой Плюс» принимает участие в строительстве городских и районных социально значимых объектов, в том числе в строительстве детского сада, новой школы, спортивных площадок, производственных объектов, индивидуальных жилых домов. Славянцы, поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда, с праздником строителей города и района, мира, счастья и добра! Ура! Первый май лихует на планете, в зеленой дымке молодой листвы. День труда Россия отмечает от Владивостока до Москвы. Ура! К трибуне приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью управляющей организацией «Славянец». Празднично украшенную колонну возглавляет генеральный директор Соколенко Василий Федорович. 12 лет. Организация занимается обслуживанием городского жилого фонда. Работники предприятия ежедневно обеспечивают чистоту дворов многоквартирных домов, повышают уровень благоустройства жилых домов. Коллектив предприятия увеличивает показатели по ремонту и благоустройству жилого фонда города. В праздничной демонстрации принимают участие ветераны труда. Батаев Анатолий Иванович, Нечапуренко Петр Александрович, Щербак Тамара Дмитриевна. Вам, жители, наш труд и наша забота. С праздником! Ура! Земляки, спасибо за труд на благо родной земли! Ура! К театральной площади приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Водоканал». Колонну возглавляет директор Гавриленко Сергей Владимирович. Основной вид деятельности предприятия – оказание услуг по водоснабжению и водоотведению для населения и предприятий города и трех сельских поселений на территории района, обеспечивая качественным водоснабжением более 65 тысяч человек. Несмотря на все трудности, предприятие сохранило трудовой коллектив, в котором работают свыше 200 человек. Все работники «Водоканала» – профессионалы своего дела, ведь без крепкого трудового коллектива не осилить работу в коммунальной отрасли. Добросовестно трудятся на предприятии Деркач Вадим Витальевич, Говорущенко Андрей Николаевич, Бритиков Василий Владимирович. Тебе, любимый город, наш труд и нашу заботу. С праздником, работники «Кубань-Водоканала!» С праздником, славянцы! С первым мая поздравляем! Пусть в душе цветет весна! Счастья, радости желаем! Света, солнца и добра! К трибуне приближается коллектив муниципального унитарного предприятия «Теплокомплекс». Празднично украшенную колонну возглавляет директор Лубинец Андрей Викторович. Теплоснабжающее предприятие Славянского района работает с 2014 года. В его сферу входит производство, распределение и сбыт тепловой энергии. На предприятии трудится более 300 человек. Весь персонал проводит работу по реконструкции и модернизации оборудования, монтажу современных средств автоматизации. Услугами теплокомплекса ежедневно пользуются жители города и района. Теплоэнергетики! Ваш труд на благо города, района, страны! Ура! Филиал ПАО «Кубан Энерго» – славянские электрические сети. И, в принципе, все «Кубан Энерго» поздравляет с наступившим праздником. Всем мира, всем, кто трудится, не покладая рук на благо нашего района. Всем здоровья, прежде всего. Радости, счастья в семье. Работники филиала прикладывают все усилия для того, чтобы район... Ну, мы охватываем все три района. Это Красноармейский, Славянский, Темрюкский. Было бесперебойное обеспечение электроэнергии. Всех с праздником! В демонстрации принимает участие коллектив филиала публичного акционерного общества «Кубань Энерго» – славянские электрические сети. Возглавляет праздничную украшенную колонну главный инженер предприятия Козлов Павел Викторович. История предприятия берет свое начало с 1959 года, когда Абинским отделением организован Анастасиевский сетевой участок. Сегодня в зону обслуживания филиала входит три административных района – Славянский, Красноармейский и Темрюкский. Предприятия обеспечивают электроэнергией территорию общей площадью более 6000 квадратных километров. И численностью населения около 350 тысяч человек. «Кубань Энерго» – энергия трудовых достижений. Ура! На балансе предприятия более 8000 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Главное богатство славянских гаэдрических сетей – это люди. Дорогие друзья, сегодняшний день символизирует солидарность, мир и весну. Пусть ваши праздники пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, прогубливских и родных. Здоровья и счастья вам! С праздником Славянск! Ура! К трибуне приближается коллектив дополнительного офиса в городе Славянске-на-Кубани «Крайинвестбанк», руководит которым Плюхович Елена Михайловна. Краевой инвестиционный банк основан в 2001 году. Сегодня это универсальный российский банк, который работает на территории Краснодарского края и Республики Крым, предоставляя весь комплекс финансовых услуг, бизнесу и населению. С чудесным светлым днем труда мы вас душевно поздравляем, желаем радости, добра, удачи, мира и тепла. С праздником, друзья! С праздником, жители Славянского района! Да здравствует Первомай! Праздник мира и труда, этим все сказано, да? Проходя колоннами, люди, конечно же, демонстрируют свое единство. Мы все хотим, чтобы над нами было мирное небо. И нас, коллективам, есть чем гордиться, что показать городу, району, краю. Потому что мы видим во главе колонн бировики, ветераны, на которых нужно равняться. Вместе с работниками, рабочими, их дети. Это преимущество с поколений. Меньше сегодня на демонстрации тружеников села, потому что сеем рис. Жизнь идет, жизнь продолжается. Эта демонстрация как раз показывает молодому поколению, что традициями, заложенными старшими, нужно гордиться, дорожить и идти вперед. И что бы вы хотели пожелать в этот праздник нашим жителям? Мира, добра, крепкого здоровья. В семьях отдохнуть немножко. С новыми силами на работу во имя новых свершений.